Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Ребятки, всем огромнейший привет! Вы, как всегда, на канале Семьяны Чемоданы. С вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю снова в обычный домашний влог, где мы решим кое-какие дела, которые нас очень сильно качнут в плане усталости. Короче, сейчас все подробно вам расскажу. Еще сегодня займемся с машиной. Я кое-что вам расскажу и покажу интересненькое. Ну и самое-самое-самое главное. Мы сегодня будем наблюдать солнце в Московской области. Как же это редко и как же мы скучаем. В общем, ребятки, лайкосик ставьте, комментарии пишите, на телеграм подписывайтесь. Все самые нужные ссылки там есть в описании. И, конечно же, пишите свои комментарии. Погнали! Вот такое вот доброе утро. Просто на улице идет ледяной дождь. На тротуарах надо быть предельно аккуратным. Видите, здесь просто такая очень тонкая, незаметная корка льда. Крымдец. Плюс 5 и дождь. Это вообще великолепно. Вот это я тут нашел в кармашке. Смотрите, визитки. Это когда я только начал заниматься серьезно грузоперевозками. Делал визитки, делал сайт. Короче, этим визиткам лет 9 точно есть. Офигеть! А еще есть визитки вот такие. Это когда мы уже открывали шоурум. Здесь в Подольске Готвальд. Вот такой классной мебели. Вообще прикольно. Нифига себе. То есть визитки не актуальные, но они все равно ездят. Вдруг пригодятся. В Турции есть огромный плюс. Тонировка разрешена. Даже лобач можно закатывать. Всем все равно, потому что там без тонировки не поездишь. Но в принципе в нашем юге можно было бы тоже разрешить. А вот когда тонировка запрещена, берешь вот так вот просто. Опа! Полокна отстегнул. Вот так вот поставил. И круто. Даже камера не выдержала. Да. Дождь, дождь, покиньте, дождь. Прикол заключается в следующем. Как ни день, то сказка. Мы очень много лет снимаем гараж. Вот прям ну очень много. Я не знаю, по-моему, с 2014 года снимаем мы именно этот гараж. Она цену никогда не меняла, потому что, да и не было в этом никакого смысла, потому что в гараже есть минусы, а нам он необходим только для хранения наших вещей. Но смысл заключается в том, что она на днях нам написала вчера, по-моему, и говорит, типа, я вам повышу цену в четыре, бляха, муха раза, в четыре. Прикиньте, это не прям в два раза, это в четыре раза она повышает цену. Типа я промониторила, типа, таких сейчас цен нету, я вам ее повышу. Я говорю, а ничего, что в гараже нет света? И никогда не было. А ничего, что зимой в гараж не заедешь? Никогда. Да, потому что этот кооператив не чистят, поэтому здесь нет, ну, руководства, нету света. Как бы все из одного. Крыша течет весной, то есть там такой полив происходит. Подвал здесь есть, он большой, но он очень сырой. Мы когда сюда заехали, много вещей закинули в подвал. В итоге, через несколько месяцев, когда заглянули, все было в плесень, и тоже огромное количество вещей выкинули на помойку. Ну и, собственно, мы приняли решение, что нужно обязательно просто съезжать с этого гаража. Как говорится, вот мне заняться больше нечем, но вынуждены делать именно так, что сейчас вот приехав с сосом, будем перебирать. Благо, у него очень большая машина. Вот такая вот, она действительно очень-очень-очень-очень огромная. Мы часть вещей сюда поставим. Он сейчас работает в такой работе, с доставкой мебели, как бы, он этой кубатурой не пользуется, и мы какую-то часть забьем, может, пока другой будем гараж искать. Вот, ну посмотрим. На самом деле, это прям очень серьезный прикол, потому что вещей у нас очень много, очень много. Плюс мы делали стеллажи, ну мы как бы те люди, которые если заезжаем, то надолго. А тут, получается, нас вот просят съехать. И вот эту вот всю жесть нам нужно куда-то девать. Но на самом деле, кто за нами давно наблюдает, знает, что у нас здесь много-много разбитых наших вещей. Мы их оставляли для судебных всяких историй, для экспертиз и так далее. Но сейчас уже это все будем нафиг выкидывать. Опа! И куда-то все дело дальше распределять. Мы много путешествуем, всегда ищем информацию в интернете. И вы даже не представляете, сколько сайтов нам нужно перерыть, чтобы что-то полезное и актуальное получить. Но сейчас до скорости мы составляем план наших путешествий с помощью Яндекс.Джипетти. Для нас сейчас актуальна зимовка в Таиланде. Поэтому мы открываем приложение Яндекс с Алисой и задаем запрос, который нам актуален. Выбери нам топ-5 мест для зимовки в Таиланде, если у нас трое детей, 8 лет, 6 лет и 2 года. А мы любим серфить. Пхукет. Популярный островной курорт в Таиланде. С широким выбором жилья. И вот нам Наросеть составила лучшие районы для зимовки с детьми. И это не просто топ, это еще и разъяснение почему. Мы даже при помощи Яндекс.Джипетти объясняем Артему сложные темы уроков. Так что, друзья мои, ссылочку под этим видео я обязательно оставлю, чтобы вы также смогли попробовать Яндекс.Джипетти. Опа! Смотрите, там огромное количество вещей. Это оборудование для дикого отдыха родительское. Лодки всякие, шатры, палатки, куча всего. Но вон, прогрессируем. Одну сторону мы уже разобрали. Это очень хорошо. Вообще, я обожаю переезды, потому что избавляешься от всего ненужного. Просто много вещей лежат. Ну, типа, мол, потом пригодятся. Они лежат 2 года и никогда не пригождаются. Поэтому все на выкидыш. Нашел даже архив нашего магазина. Прикиньте, сколько заказов. Это один год. Здесь он по папкам. Что тут? 2018 год. Вот это капец. 2017. Сентябрь, декабрь. Опа! Вот так вот. Прикиньте, да? Вот это я понимаю. Оборот. 1 миллион 959 тысяч. Вот это делали. Вот это делали. Так, это заказы, которые мы отправляли через транспортные компании в регионы. И даже в страны СНГ. О! Кредиты. Это люди, которые мебель оформляли в кредит. Их не так-то, кстати, много было. Ну да ладно. Вот это, да. Это что такое? Аренда. Договора аренды. То, что мы арендовали в помещении. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Две большие компании мои, так называемые. Я вам показал уже, которыми я занимался. Покажу еще одну. Просто нашел еще визитки. Смотрите. Вместе с партнером запускали автоматические ворота всех типов под ворота. О них тоже много рассказывал. О! Вот это да! Ну все, новые пролежали. Теперь надо все выкидывать. Да, в какие движухи я только не вписывался. Ну и на самом деле до сих пор продолжаю вписываться. Где-то так стрельнет. Сто процентов. Ну как вам еще не показать? Смотрите. Это вот мы занимались шкафами купе. И сайт у нас назывался Купе Купи. Вот это серийный человек вообще. Сейчас едем, попробуем заработать денег. Прям это. Прям в прямом эфире. Ой. Целый день сегодня просто разгребаем. Столько хлама. Ну это, наверное, каждый человек так вот что-то копит, копит, а потом пригодится, а потом пригодится. Потом в итоге едешь в поисках, как денег заработать. Ладно, сейчас попробуем. Приехали мы металл сдавать. Очень много у нас этого барахла, как оказалось. Просто огромное количество. Сейчас посмотрим, сколько денег мы заработаем. Ой, не могу. Давай, 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 давай. Хорош. Денежки, денежки. Цветами червет. Да, вот это говно мы тут по-насдавали вообще. Пока там деньги забираем, ну-ка, нажмите на паузу и в комментариях напишите, на какую сумму мы сдали. У нас больше 100 килограмм. Ну что, славянчик, металлоломщик, в общем, в деле. Смотрите, сколько мы денег подняли. Вот так вот. 10 500 рублей. Я думал, там вообще рубля на 3 мы сейчас дадим. Больше десятки заработали. Вот это мы говна накопили, конечно, за сколько лет, за 10 получается, за 8, за 9 лет. Ужас. Нет, мы еще и отдавали сколько, когда приезжали. А, да, и между прочим, когда мы сколько там в гараже тусовались, всегда приезжали чуваки на газели и забирали металл. Ну, типа, у вас есть металл, мы типа, да, давайте. А мы бесплатным отдавали, да? Нет, они что-то отдавали. А, ну что-то, наверное, мизер какой-то. Ну, тем не менее, мы реально много отдавали. Сколько раз на машинах мы сцепление меняли на этих газелях. Вот это да. Слушайте, ну я рад. Я редуктор тогда отдал. Эх ты! А тут металлом, оказывается, так рядом, и вон, сколько денег подняли. Ну, круто! Знаете, если у вас есть металл, лучше его никому не отдавать. Сесть и, знаете, вот будет вам вот такие денежки. Немало, ну реально немало. Слушайте, 100 с чем-то килограмм у нас, в общем, вышло. Прикольно. Ой, сколько же мы дней промучились. Ну, собственно, вот все вывезли. В принципе, в идеальном состоянии гараж вообще. Наверное, уже лучше, чем был подмели. Здесь осталось только полы помыть. Стеллажи списали с хозяйкой. Она говорит, оставьте. Ну, машине не мешает, поэтому что их убирать? Я думаю, вещь такая нужная, хоть и колхозная, но тем не менее. Вот так вот. Очень долго мы его снимали-снимали. Ну, я уже говорил, да, в начале. Но когда-то нужно прощаться. Даже гараж сдаем достойно. Я уж молчу про квартиры. У меня последние дни настолько напряженный, настолько плотный график, что я вообще ничего не успеваю. Да, связано еще, конечно, с гаражом, что столько времени провели мы там, чтобы все это дело вывести, что-то повыкидывать. Ну, короче, да, вы уже все в курсе, что и как. Ну, и еще смысл в том, что очень много дел накопилось. Да, мы очень долго отсутствовали в России. Действительно, трындец. Ну, ладно, я думаю, скоро уже будет чуть попроще. Я сейчас еду в Климовск. Мы заказали вторую партию нашего авторского мерча. Футболочки, кружечки. Нам еще изготовили алюминиевые кружки. Круто. Интересно, как они будут смотреться. Наш мерч можно выиграть на наших стримах. Наш мерч можно приобрести в группе во ВКонтакте нашей. По ссылке в описании. Обязательно переходите, подписывайтесь, приобретайте мерч. Качество футболок вообще классное. У кружек тоже клевое. То есть, ну, однозначно вообще не пожалеете, что приобрели. Как бы на закупочной цене мы экономить не стали. И хотели выкатить качество клевое, которое будешь вот прям носить долго. Сейчас заберем. Покажу. И завтра нужно еще будет пойти все это дело отправлять. Потому что у нас есть заказы. Слава богу. Есть у нас люди, кто выиграл. Наш мерч. Надо их тоже порадовать, отправить. А то уже заждались. А еще у нас в области капец какой туман. Вообще невероятно. Идет оттепель. Градусов, наверное, 10 сейчас. Уже вечер, кстати, на минуточку. Сегодня было градусов 14, наверное. Так тепло. Я вышел в кофте и прям вообще красота, красота была. Да, но вот упал туман. Утром было солнце. Доехал, доехал, доехал. Все. Бегу забирать. Блин. Всегда так волнительно. Когда что-то новое создаешь, прям всегда такие переживания. Ну красота. Просто три пакетика. Сейчас сколько здесь всего много. У нас получилось больше, чем мы заказывали. Потому что нам же еще изготовили кружки металлические. На пробу там буквально несколько штучек. Блин, они, кстати, классные. Я сейчас все покажу, когда дома доберусь. Ну и сделали чуть больше футболок. Вот. Мы так немножко, так сказать, разогнались в заказе. Но это и хорошо на самом деле. Чтобы они всегда были максимально в наличии. Вот нам пишут некоторые люди, типа, вот что так радоваться. Это всего лишь там это там туда-сюда. Но на самом деле, вот вы пока свое что-то не начнете изготавливать, либо делать, вы никогда не порадуетесь. Вообще нужно это делать, чтобы понять, почему я так радуюсь. Ну и из новиночек, смотрите, у нас теперь есть вот такие вот кружечки. Алюминиевые. Красота. Так. И да, второй принт вот. Бусик. Ой, вала. Класс. Футболки черные, белые, разных размеров. Все теперь у нас в наличии есть. На часах седьмой час уже вечера. А я только первый раз съел поесть. Утром быстро выпил чай и одну чукопайку. В обед заскочил домой, съел там пару ложек салата и все. И вот только сейчас сажусь. Настенка заказывала сегодня. Что, рассольник, да, ты заказывала? Харчо, рассольник, а больше. Всем радует. Вот это харчо. Ну и смысл в том, что очень вкусное. Умеренно такой острый. Причем приятная острота такая. Ну, знаете, не вырви глаз, как говорится. Мясо я маленькими кубиками порезаю. Ну, прям прекрасно. Супер. Дело, вот говорю, настолько много, что даже поесть не успеваю. Часть вещей занесли домой. Надо тоже разобрать, пересортировать. Вот, а еще сижу разбираюсь сейчас вот с этими свитерами. У нас их много. Три коллекции. Есть красные с оленями. Есть вот такие вот хэппи ньюе. Есть еще белые. Завтра надо их затащить домой. Тоже покажу. Из-за того, что мы сейчас выкинули их в телегу. Нам они не нужны. Мы их покупали новыми. И одевали только один раз на фотосессии. Все. Вот, поэтому решили перед этим Новым годом, чтобы нашим зрителям тоже досталось. Кому нужно, в телегу заходите. По ссылке в описании. Либо вот QR-код сканируйтесь с телевизора, смотрите, пишите. Вот, и там еще есть. Вот я сейчас пишу. Распределяю, кто уже какой забронировал. Там буквально по 500 рублей мы их отдаем. Вот, так что ссылка там. Пишите. Ну, и заодно подпишитесь на телегу. Да, вот сижу сейчас, разбираю всем подарочки, чтобы сейчас сгонять на почту. Все отправить. Кстати, мы в первой партии не заказывали футболки белые. Чин-чин. Вот в белом цвете они тоже смотрятся. Просто очень круто. Вот черный, вот белый. Да? У нас остался последний такой момент с гаражом, отдать просто ключи. Но я скинул фотку, она начала, типа, вот, дрова тогда лучше вывозите. Типа, нам не нужны шкаф, типа, синий, убирайте. Ну, если, говорит, я сейчас заеду на машине, не помешает, то не убирайте. Если будет мешать, то надо будет его прям сразу же разбирать. Поэтому едем снова к большой газели, чтобы еще это все закидать туда, а потом на мусор. Приехала хозяйка, и гараж у нас не приняла. Говорит, разбирайтесь в стеллаже. Блин, так жалко, потому что все новенькое. Ну, в плане брусочки новенькие, уголочки. Она говорит, мне ничего не надо. Я говорю, ну ладно. Вот, ей вот эти дрова помешали. Ну, ладно, что. Пойдем костер разводить где-нибудь. Вообще все, теперь в гараже нету ничего абсолютно. Прикиньте, вывезли просто все. Самое интересное, что в зиму, в первую, мы спускали вещи тоже в подвал. А подвал тек весной здесь, жесть была. Там тоже все сгнило. Это еще было первое, по-моему, обнуление вещей, которые просто жестко закосячены. Все. Учитывая, что сегодня это снова очень тепло на улице, 15 градусов, прикиньте, вышел к тачке. Во-первых, чуть разобрать бокс. Там куча всего. Достать те самые вот эти вот белые прикольные кофты и отмыть все сидушки. После нашего длительного путешествия. Я сейчас покажу, в каком они состоянии. Просто жесть. Особенно вот это. Купил, значит, вот такую штуковину. Во. и взял пылесос. Сейчас все это дело нанесем, оно все вздуется, и сидушка должна быть идеально чистая. Ну, естественно, полы тоже не мешают помыть. Сегодня снова задача просто вагон и маленькая тележка. Так, ну и, конечно, к нам зрительница должна подойти, тоже заберет один свитер. Я ей в подарочек еще положил открытку от нас. С любовью! Ну, блин, как встреча прошла вот так вот быстро. Блин, даже не успел, как говорится, камеру взять. О, она подарила вот такую сумочку парням. Даже не знаю, что там, но это... Отдам детям, они сами посмотрят. Таврия, все дороги ведут в Крым. Прикольно. Не знаю, что там, отдам мальчишкам, пусть они сами посмотрят, а я подсниму. Вот такие у нас классные зрители. Так, ну что же, запомните эти пятна, блин, ужасные. Вообще, кстати, на камеру они передаются настолько сильные, что просто трындец. Но по факту выглядит, конечно, не так. Ладно, пробуем. А, это вот так вот чуть. Ага. И ждем. Она должна поднять, значит, всю эту... всю грязь. Сейчас посмотрим, как оно выведет. Если есть серьезные затруднения, то нужно, конечно, щеточкой. Сейчас, кстати, надо щеточкой, походу, пройтись эту сидушку. Нашел щетку. Ну, вот так вот надо еще пройтись. И я думаю, сейчас будет все идеально шикарно. Сейчас попробуем, протестируем на первой сидушке. Если все окей, то сделаем по всему салону. Ну что же, вы готовы видеть результат? Мне кажется, идеально вышло. Смотрите. Но, как было и как стало, прикиньте, вот даже вот здесь вот еще есть пятна, но это я не мыл еще. Это сейчас предстоит все сидушки, вот подголовники, непонятное пятно. Но вот это вообще как новое сразу. И какой сразу запах прекрасный. Ну, мне кажется, здесь вообще объяснять что-либо бессмысленно. Гляньте, просто идеальнейшее состояние. Подголовник, идеальное состояние. Ну, тут еще надо немножко, чтобы это все высохло. И тогда будет вообще варегут. А потом еще надо обязательно пылесосом пройтись, чтобы убрать все, что она вытолкнет. Сейчас посмотрим, как диван преобразится. Мне кресло вообще меня радует. Потрясающе. Решил я задний диван на еще раз. И вот так вот прям, чтобы максимально максимально все прям запенить. Потому что лучше сделать качественный супер. Причем на второй раз она уже так быстро не впитывается. Она начинает действительно делать то, что она делала вот с этой сидушкой. Потому что задний диван тоже загрязен по полной программе. Ну вот, прошелся второй раз уже качественно израсходовал уже все. Весь баллон. поеду сейчас еще куплю два баллона, чтобы отмыть еще вот эти три сидушки. Ну и чтобы запас еще остался. Садишься на мультивенчик после дискавери. Это просто потрясающе. Какой легкий руль. Как она легко управляется. Ой. Единственное, да, не хватает пневмы. Это сто процентов. Покупка сделанная. Сегодня еще такая прекрасная погода, что жить хочется 16,5 градусов. Вот на такую зиму мы согласны вот в полном ее объеме. Вот именно вот так, чтобы солнышко легкое светило, чтобы тепло было, тупо кофточка. Все. Вот это класс. Как говорится, продолжаем. Две сидушки. Нет, три сидушки осталось. Кто помнит переднюю сидушку, вот смотрите, она вообще идеальна. Здесь были естественно такие пятна из-за того, что срака потеет, да, когда едешь в жару и остаются всякие разводы. Подлокотники теперь тоже идеальные. Ну, вообще, все, салон в плане сидушек он теперь полностью идеальный. Даже вот эти кассеты я тоже прочистил этим средством. Здесь, соответственно, тоже все идеальное. вот, в общем, эффект, который я хотел получить, я получил. Единственное, у меня осталось отбелить потолок. Наверное, куплю такое же средство. Вот, и нужно все это дело устранить. Вот, после каждых таких длительных путешествий я это делаю. Вот, сегодня уже нет сил и времени этим заниматься. Ну, естественно, промыть нужно еще все полы. желательно пластик этот отполировать. У меня есть полироль, чтобы было прям как нью, да, и консервировать машину на зимовочку. Но об этом уже будет в следующем выпуске. Загоню ее на мойку, помою полностью сверху, полирну кузов еще, хочу, надеюсь, это сделаю, и в салоне все доведу до ума. Все, и потом по весне нужно будет сделать огромное-огромное большое ТО, чтобы она была идеальная, чтобы мы снова отправились колесить по всему миру прекрасного. Пока я тут делаю уборку, гуляли дети. Какая сегодня в Подмосковье погода шикарная. А где вкус вилл? Почему там ярче? Там есть вкус вилл. Пойдем гулять с мальчишками. А почему там яркие вкус вилл? Теннисный стол, баскетбольное кольцо. Когда мы здесь жили, ничего не было. Ничего. А сейчас есть все для комфорта. Молодцы. Очень рады. Это обустройство. Темка пришел, у него сегодня были контрольные, ну типа как первая четверть или триместная, как они сейчас называются, во втором классе. Вот, давай рассказывай, как стал. Ну вот, по математике у меня пятерка, только 4 балла потеряла. Потому что у меня там две задания частично верно были. Еще у меня по окружающему миру пятерка, но там ни одной у меня ошибки. И по английскому у меня тоже пятерка, ни одной ошибки. и только вот по литературе, по русскому у меня четверки. И все. Скейтпарк, фанерный, не фанерный. Бульвар, там так классно все сделали. Ну-ка, показывай. Ты поснимала? Ну, чуть-чуть. Скейтпарк такой классный. Так он очень мокрый, я поскользнулся. Ну да он. А, тут еще теннисный стол. Есть баскетбольное кольцо. И вот. Фанерный, правда. Блин, опять фанерный. Он не фанерный. Фанерный. Фанерный, фанерный. Прикольный, слушай. А там сейчас так мокро? Конечно, некоторые остальные. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Надо обязательно еще помыть нашего друга, наш холодильник, чтобы он стоял и ждал нас. Сейчас мы сюда все это сделаем так. Сейчас губку достанем. Здесь вон сливная пробка. Промоем и все. И закроем, пусть стоит. Так, и теперь еще что касается машины. Прикиньте, сколько вот она проехала с нами. Огромнейшее просто количество километров. Столько перевалов она прошла и ни разу нас не подвела. ГРМ вообще не считается, ремень, который рассохся. Единственное, что это, конечно, для себя сделал такой звоночек, что желательно все прокладки, которые есть, их нужно поменять, потому что такая стоянка на такой адской жаре это ненормально. И просто вот видите прокладки и резина вот эта вот вся, она не выдерживает. Собственно, у нас и резина даже на колесах вся просохлась. Ужас. Уже весной прилетим, загоню ее, сделаю ТО. Я хочу поменять все колодки в круг, сделать ремкомплект суппортов. значит, потом диски хочу поменять, тормозные, вот эти всякие прокладки, все жидкости, все сменить. Короче, сделать огромное-огромное ТО. Ну, естественно, тачка вообще молодец. Мне кажется, любая машина могла просто развалиться где-то по пути, послать нахрен. Но я бы на ее месте, меня давно бы послал уже нафиг столько ездить. Это просто жесть. Вот. Но в любом случае, ТОшки всегда проходил вовремя и диагностики сразу делал, что приговаривали, все менял. Вот. Но тачка молодец. Сколько мы еще километров на ней проедем, только мне известно. Так, парни, это вам передали наши зрители, зрительница. Открой, посмотри, что там. Я просто даже не знаю, что там. Я не смотрел, думаю, вам. Посмотри, что там. Давай. Первая. Что там? Что это? Игра, наверное, какая-то. Посмотрим, что-то еще. Ага. Что надо сказать-то? Спасибо огромное. Да, зрители у нас реально крутые. Ну все, друзья, лайкосики ставьте, пишите комментарии, все самые важные и нужные ссылки есть там в описании. Про телеграмм не забывайте, обязательно подписывайтесь, там все моменты, которые на YouTube никогда не попадут. Ну и, конечно же, поддержите репостом. Пока. Пока.